В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 5 июня. Здравствуйте! В Марьяновском районе местный житель стал жертвой непогоды. 24-летний сельчанин ехал на велосипеде по полю. В это время началась гроза. Молния попала в мужчину. От электрического разряда молодой человек скончался. По факту смерти следователи проводят проверку, после чего будет принято процессуальное решение. Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении заведующей и санитарки патологоанатомического отделения 11-й городской больницы. По версии следствия, за два года подозреваемые получили от ритуальных агентов от 70 до 250 тысяч рублей. Данные должностные лица патологоанатического отделения, договорившись с ритуальными агентами, получали от ритуальных агентов денежные средства за общее покрадительство, в том числе за ускоренную выдачу медицинских справок, а также ускоренную выдачу тел умерших лиц. В настоящее время возбуждено 5 уголовных дел по данному факту. Расследование уголовного дела продолжается, происходят сборы доказательств. Омские следователи начали проверку по факту получения травм с 7-летним мальчиком. Накануне на улице Крупской ребенок играл во дворе своего дома в песочнице. Неожиданно грибок начал падать. Навес ударил пострадавшего по спине. В результате мальчик получил перелом ребер и компрессионный перелом позвоночника. Ребенка доставили в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношении должностных лиц управляющей компании будет дана оценка по признакам преступления, оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Дорожный рабочий Полицейские рассказали детали ночного ДТП, в котором погиб дорожный рабочий. Напомним, на улице Лукашевича бригада наносила разметку, когда в группу людей на полном ходу врезался внедорожный БМВ. Водитель даже не заметил выставленные знаки дорожной работы и объезд препятствия справа. Виновник аварии, не избавляя скорости, скрылся с места происшествия. 24-летний рабочий скончался от полученных травм. Еще один пострадавший, 22-летний Амич, получил множественные ушибы. Полицейские нашли машину неподалеку от места ДТП. БМВ был припаркован во дворе дома на улице Волгоградской. Подозреваемый рассказал следователям, что в ту ночь сел за руль трезвым. Все фары у его машины были включены. Со слов водителя, он отвлекся, поднимая упавший телефон и даже не заметил, как наехал на людей. Личность водителя, который совершил ДТП, а также его местонахождение, были быстро установлены. Им оказался житель города Омска, 34-х лет. Осмотр места происшествия показал, что условия освещения на данном участке улицы Лукашевича были хорошие. Также было установлено, что пострадавший пешеход находился в светоотражающем жилете. В рамках уголовного дела в настоящее время проводятся допросы свидетелей, а также назначенные проводятся судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. За совершение подобного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Бывший сотрудник УФСИН может сам оказаться в роли арестанта. По версии следствия, Максим Автухов, являясь начальником отдела капитального строительства и ремонта, заключал контракты по завышенным ценам. Превысив свои полномочия, он причинил ведомству ущерб почти на миллион рублей. Из зала суда передает наш корреспондент Николай Евенко. Максим Автухов, бывший начальник отдела капитального строительства и ремонта областного УФСИН. По версии следствия, с апреля 2013 по мая 2014 года Автухов продавал учреждениям УФСИН по Омской области строительные материалы по завышенным ценам. Используя свою должность, мужчина действовал в интересах знакомых коммерсантов. Превышая должностные полномочия, он отдавал незаконные указания подчиненным о заключении госконтрактов на поставку строительных и ремонтных материалов. Всего было заключено три сделки. По материалам суда, ущерб региональному управлению исполнения наказания составил почти миллион рублей. Я свою вину не признаю. И еще хотел задавать. После выступления стороны обвинения на прошлом заседании, сложилось такое мнение, что получается лучше не работать в системе, чтобы не было этого. То есть моя работа оценена. Нарушение закона. Обвинительный приговор, по мнению Автухова, невозможен. Подсудимый считает, что выполнял решение руководства. Кроме того, обвиняемый сомневается и в доказательной базе. Полной документации о контрактах нет, поэтому эксперты не могут подсчитать точную сумму ущерба. Я имел право принимать участие при заключении государственных контрактов в учреждениях на приобретение строительных материалов и выполнение ремонтных работ. Считаю, что своими действиями я не нарушил прав каких-либо организаций, интересов общества или государства. Органы прокуратуры уже просили суд признать Автухова в виновном по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах ФСИН России по Омской области, в органах государственной власти, в органах местного самоуправления. За превышение должностных полномочий бывшему сотруднику ФСИН грозит реальный срок. Так что в ближайшее время Максим Автухов может лично оценить результаты ремонтных работ в одной из омских колоний. В Тарском районе ночью из одной деревни угнали сразу две машины. Заявление об угоне написали владельцы Нивы и ВАЗа девятой модели. Полицейские провели подворовый обход и установили личность подозреваемого. Как выяснилось, 19-летний житель Знаменского района приехал в гости к сестре. Поздно вечером, будучи пьяным, он засобирался домой. Сначала он угнал Ниву, у которой ключи были вставлены в замок зажигания. Проехав три километра, пьяный сельчанин врезался в дерево, после чего решил вернуться в деревню и взять другую машину. По дороге ему попалась лада и тоже с ключами. На ней угонщик проехал 9 километров и также разбил автомобиль от дерева. Подозреваемый вытащил из машины автомагнитолу и спрятал в лесу. Сам лег спать в ладу, где его и нашли полицейские. Установлено, что задержанный уже является фигурантом уголовного дела по факту кражи из магазина. Сейчас возбуждены два уголовных дела по статьям «угон» и «кража». Кроме того, сельчанину придется заплатить штраф 30 тысяч рублей за пьяную езду. В пятницу во всем мире отмечали День безопасности на железнодорожных переездах. Один из жителей Омска так проникся идеей этого события, что на следующий день сам попал в криминальные хроники. На выезде из поселка Береговой водитель на ладе четвертой модели наехал на ограждение переезда, после чего машина перевернулась. Виновник ДТП не пострадал. Как сообщают очевидцы, мужчина находился с явными признаками опьянения. Ну а я напоминаю, программа «Жесть» продолжает конкурс любительского видео. Если вы сняли интересный ролик и мы покажем его раньше, чем он появится в соцсетях, то у вас есть все шансы стать победителем месяца и получить денежный приз. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна 7», а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова